Согласно новому отчету Международного энергетического агентства, мировой спрос на уголь будет продолжать расти в течение следующих пяти лет. Хотя рост спроса замедлится из-за попыток Китая сократить свое потребление угля путем диверсификации энергоресурсов. В отчете отмечается, что к концу 2019 года использование угля во всем мире будет расти на 2,1% ежегодно до 6,5 млрд метрических тонн угольного эквивалента, что ниже предыдущего прогноза роста на 2,3%, а в 2013 году на пятилетний период, который закончится в декабре 2018 года. И, несмотря на то, что спрос на уголь будет снижаться, отмечается в отчете, спрос на уголь в 2013 году был выше, чем спрос на нефть и газ. Таким образом, уголь по-прежнему сохраняет статус второго крупнейшего источника энергии после нефти. МЭА в своем отчете отметила, что самый высокий спрос на уголь до 2019 года будет в Китае и Индии, в то время как США и Европа проводят политику, направленную на сокращение парниковых выбросов, в рамках которой будут закрыты многие угольные электростанции. В результате, по прогнозу МЭА, Индия, вероятно, станет второй крупнейшей в мире страной по потреблению угля к 2019 году, обойдя США. За этот период использование угля в Индии вырастет на 4,8% в год до 1 млрд метрических тонн, в то время как потребление угля в Индии и Китае вырастет на 2,6% до 4,6 млрд метрических тонн к концу 2019 года. Китай является крупнейшей страной по использованию угля, а также крупнейшим импортером угля. Однако в настоящее время Китай начал кампанию под сокращением удельного энергопотребления. В результате использование газа, ядерной энергии и возобновляемой энергии значительно вырастет, отмечается в отчете МЭА. Сейчас Китай потребляет половину мирового объема энергетического угля, а в среднем доля Китая в спросе на уголь достигает 30%. Поставки угля в Китай составили 327,1 млн тонн в 2013 году. И последние годы власти неоднократно говорили, что производство и использование угля должны быть сокращены, так как загрязнение воздуха из-за зажигания такого топлива стало острой проблемой в крупных городах страны. Более 2000 мелких шахт в Китае, как ожидается, будут закрыты к 2015 году, так как дальнейшая их разработка нерентабельна. По данным Национального бюро статистики, добыча в Китае, крупнейшим в мире производителем угля, выросла до 3,680,000,000 тонн в 2013 году по сравнению с 3,650,000,000 в прошлом году. Ожидается, что крупнейшие компании Китая сократят производство на 10%. При этом пока большая часть электроэнергии в Китае все равно будет производиться на угольных электростанциях. Уголь был основой роста экономики Китая и, согласно прогнозам, именно это сырье будет основным ресурсом для производства электроэнергии. Отказаться от угля можно будет только через много лет, тем более что строительство газовых электростанций дорого, и при этом необходимо обеспечить более масштабные контракты на поставку газа. Пекин планирует запретить использование угля в шести основных районах к 2020 году в рамках усилий по борьбе с загрязнением воздуха. В результате использование угля будет полностью запрещено, а, следовательно, будут закрыты все угольные шахты. На данный момент угольные электростанции генерируют около 25% всей электроэнергии города. Во многих странах наблюдается значительное снижение спроса на уголь, особенно среди членов Организации экономического сотрудничества и развития. Среди них страны Северной Америки, Европы и страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Слабые рыночные условия внутри США и за пределами страны стали огромной проблемой для американских угольных компаний. Некоторые из них уже находятся в тяжелом финансовом положении. В последние годы сразу два крупных американских производителя угля объявили себя банкротами. За период между 2012 и 2025 годами 13% угольных генерирующих мощности будут ликвидированы в результате ужесточения экологических норм, низких цен на природный газ и снижения спроса на электроэнергию. Общий объем потерянной мощности составит 42,192 гигаватт. При этом с 2000 года было выведено из эксплуатации 150 угольных объектов на 13,786 гигаватт. Это была программа «Ресурсы». Все наши выпуски доступны на сайте 24KZ. Всего вам хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова